25 ноября в городском Доме культуры состоялся районный фестиваль-конкурс художественного творчества инвалидов «Жизнь безграничных возможностей». В нем приняли участие как творческие коллективы, так и отдельные исполнители, члены общественных объединений социальной направленности со всего Славянского района. О том, как прошел праздник, на этот раз расскажут наши корреспонденты. Этот фестиваль-конкурс – очередная встреча старых друзей. Повод пообщаться, поделиться последними новостями, вспомнить совместные мероприятия, поездки, праздники. Особенно плодотворному общению в фойе Дома культуры способствовал кулинарный конкурс, где на суд жюри, а также всех друзей и знакомых были представлены разнообразные блюда кубанской кухни. Мероприятие проходит один раз в год перед Всероссийским днем инвалида, это 3 декабря. В нем участвуют люди, члены организаций общественных, которые самостоятельно готовят кубанскую домашнюю еду и выставляют здесь, на таком вот красивом мероприятии, эти очень всевкусные вещи. После всего существует комиссия определенная, которая входит тоже в состав комиссии, входят работники администрации районной и члены каких-то тоже организаций общественных. Они выбирают лучшие накрытые столы кубанскими продуктами и на празднование Дня инвалида, который будет 3 числа, они будут вручать премии участников данного конкурса. Умельцы угощали плодами своего кулинарного искусства всех желающих. К конкурсу подготовились на славу. Здесь можно было встретить классические и уникальные семейные рецепты. Среди участников – Славянский районный совет ветеранов войны и труда. Их стол удивлял разнообразием кулинарных изысков. Четыре вида вареников, соленья, печенье, блинчики, рыба, декоративные букеты из фруктов и овощей. Все сделано своими руками, причем это так было и быстро. Хозяйки делают это постоянно. Вчера объявили, что сегодня будет у нас такой конкурс, кухня кубанская. Поэтому все постарались. Здесь даже выделить очень трудно. Вы видите, как красиво все и вкусно. Самое главное – вкусно. Настоящая творческая встреча старых друзей. Так можно назвать прошедший фестиваль-конкурс. В общем, получился небольшой кулинарный праздник с песнями и плясками. После чего все участники фестиваля поднимались на сцену со своими творческими номерами. «Мой сыночек маленький, мой два ночи вшаренький, мой сыночек маленький, милый голубь». Жюри оценивало творчество конкурсантов в следующих номинациях. Кулинарное творчество, художественное слово, сольное исполнение, вокальное ансамбль, хоровое исполнение. Итоги фестиваля конкурса традиционно будут подведены 3 декабря на торжественном мероприятии в День людей с ограниченными возможностями здоровья.